Всем огромный привет! Рада, что заглянули на канал. Ну что, минутка свободы у меня наступила наконец-то. Сейчас я одна дома, принадлежу сама себе и планирую почитать. Опять же, записываю небольшой влог. У нас перестановка в нашем зале в преддверии весны. Хочется каких-то обновлений. Ну и, собственно, детей мы переселили на второй этаж. И сейчас комната, наш зал, где спали дети, она сейчас пустует. Здесь достаточно просторно. Больше стало воздуха, меньше кроватей, диванов. И покажу, что получилось у меня с перестановками. Просто перевернула камеру. Мне вот очень нравится сейчас вот это вот наше свободное, просторное место. Прямо вот то, что здесь сейчас ничего нету лишнего, ничего не загромождено, так скажем. Вот прям как я люблю. Да, это такая зона столовой. Здесь у нас подвесы, стол с клеенкой. Не люблю темную мебель. Стол темный, он еще такой советский. Поэтому прикрыла его клеенкой, не с катертью, потому что клеенку проще всего протереть. И как бы делаем уроки, где-то ручкой намажем, где-то что-то. В общем, более просто в эксплуатации. Камин. Гирлянды не убираю, мне очень она нравится. Хотя уже все гирлянды, которые были на окнах, все уже убрала, все задвинула до следующего сезона. Эти пока висят. Может быть, так и буду здесь находиться. Камин наш старенький. Камин мы делали сами. Из коробок. Прям вот, можно сказать, все своими руками. Он уже стоит у нас два года получается. И вот второй год, да. Планируем что-нибудь, наверное, более качественное сделать. Если получится. Ну, уже не из коробок, конечно. Но, тем не менее, это была инсталляция, которая, знаете, так удачно вписалась. И не хочется ее убирать. Было сделано для Нового года. Но, собственно, как-то так и остается этот каминчик. Коробки, обклеенные обоями в кирпич. Здесь у нас освободился угол. Тут у меня стоял мой косметический стол. Сейчас он уехал. Телевизор. Уехал в эту сторону, с другой стороны. Здесь он не так бросается в глаза сразу же, когда заходишь в комнату. Ну, и тоже со временем он у меня уедет на второй этаж. Ну, и зона, вот, собственно, диван. Там компьютер. Вот, в общем, так. Очень люблю белую мебель. И рыжая пока вот, пока все равно есть. Никуда от нее не деться. Ну, все со временем будет меняться. Как говорится, не сразу Москва строилась. Ну, пойдемте в мой уютный уголок. Здесь у меня есть некоторые обновления. Например, вот такие цветочки. Это искусственные, естественно. Приобрела в фикс-прайсе. Тут поймала себя на мысли, что у меня тут все из фикс-прайса практически. Например, вот этот вот поднос с зеркалом. Это фикс-прайс. Ваза это тоже фикс-прайс. Очень она мне нравится. С таким вот красивым, ну, так скажем, бензиновым напылением. Рамочка с милой такой девочкой. Дальше. Так, это подарок подруге поднос. Он не из фикс-прайса. Тыковки. Еще есть оранжевая. Тоже брала в фикс-прайсе. Дракончик тоже из фикс-прайса. Ну и кое-какие новинки. Вообще находка шикарная. Тоже фикс-прайс. Наконец-то появились вот эти ручки и стержни. Это наша палочка-выручалочка. Без них мы, к сожалению, не можем. Меня бесит черкотня вся, грязь в тетрадях. И вот они нас выручают. Хоть учителя и ругаются, но я не могу. Это моя проблема. Не проблема детей. Это вот, к сожалению, у меня стоит такой пунктик. Раньше в моей жизни такого не было. Есть сейчас. Поэтому, ну уж, простите. Пока дети не научатся писать чисто, будут писать этими ручками. Далее. В фиксе. Так, я немножко присяду. В фиксе я нашла вот такое прекрасное мыло. Совершенно чудесное. Красивенное. Очень оформлено так. Дорого-богато. Но это все пластик. И это парфюмированное мыло. Очень такая приятная, дорогая отдушка, если так можно сказать. И прям вот классное. Классное средство. Мне прям понравилось. Хорошо пенится. В общем, мыло как мыло. Пользоваться одно удовольствие. Очень люблю в фиксе покупать дезики. Самый такой недорогой вариант. И там еще появились, не знаю как давно, вот такие доска-подносик. Такой сервировочный. Его, наверное, я оставлю здесь для себя. На этом столике. Возможно, когда-нибудь на смену вот этой вот красоте. Если мне захочется. Либо унесу на кухню. Но это пока дело времени. Рублей 80 он там стоит. И прям вот симпатичная такая штучка. Надо сейчас распаковать. Достаточно бюджетно. Я люблю такие всякие деревянные элементы декора. Тоже они мне приятны. Собственно, книга, которую я сейчас читаю. Сара Джей Масс. Королевство гнева и тумана. Это вторая книга. Вторая книга в супер-обложке. Не очень мне нравятся вообще вот эти вот супер-обложки. Болтаются, мешают. Но в то же время, конечно, книга меньше пачкается. И интересно. Вот я уже практически на половине книги. Читается она гораздо быстрее, интереснее. Прямо вот какие-то моменты до мурашек. Прям классно. Сначала делала какие-то заметочки для себя. Какие-то интересные нюансы. Но потом поняла, что нет. Все же нет такого, чего бы я прям хотела для себя отметить. Такое легкое чтиво. Но опять же скажу, что как бы есть такие сцены, так скажем, где я там просто с дрожащими руками и ногами сидела. Потому что были моменты такие хоррора, так скажем. Хотя здесь это вообще как бы не тема. Это все фэнтези. Но тем не менее, интересный сюжет. Интересный. Могу ее порекомендовать. Показывать и зачитывать вообще, о чем она, я не буду. Но здесь фэйри. Фэнтези мир. Тоже различные интриги. Сражения, битвы, предательство, любовь. Ну вот вроде бы все есть. Но не хватает, например, как раз вот линии любви. Как-то она уходит на второй план. А хочется как бы больше каких-то чувств. В общем. Но это прям так все. Холодно здесь описано. Но по крайней мере пока. Пока. Не знаю, что будет дальше. Может быть, будет и что-то чуть более интересное. Интересное. Возможно, более пикантное. Но время покажет. Пока читаю. Здесь очень мне нравится. Красивая у меня тут закладочка. Вот такая вот с лебедями. Не знаю, что обозначают эти символы. Может быть, и ничего. Но выглядит красиво. Так. Собственно, вот. И две новинки, которые я сегодня тестировала. И от которых осталось в восторге. Ну, об этом будет все видно. В видео. Это у нас Диваж. Помада-бальзам. И тушь для ресниц. Болт-импрешн. Вот. Такой мой уютный уголок. Очень мне нравится. Немножко подготовка кожи перед макияжем. Это такой базовый шаг. Здесь меня пока устраивают два продукта. Это тоник для лица. Свобода. И увлажняющий крем Энивера. Все легко и просто. Очень доступно. И вполне себе эффективно. Тональный крем. Это, точнее, биби-крем. Белита. Вот я уже его практически дожимаю. Очень мне нравится. Легко наносится. Универсальный оттенок, который подходит абсолютно всем. Нет, не абсолютно всем. Белокожим девочкам точно не подойдет. Оттенок аботируется. Но по цвету, опять же, подойдет такого. Оттенок подойдет для девочек цвета средних оттенков. Даже немножко таких в желтинку. Тональный крем имеет сероватый подтон. И по итогу результат, который получается с этим тональным продуктом, меня устраивает на 100%. Легкое быстрое нанесение. Никакого эффекта маски. Хорошая такая легкая увлажняющая консистенция. Пользоваться им одно удовольствие. Очень красивая такая живая натуральная кожа. Рекомендую продукт. Он доступен абсолютно во всех маркетплейсах. Пудра. Сегодня у меня Art Visage. Шелковый вельвет. Также нейтральный оттенок. Пудра подстраивается. Она идет в едином оттенке. И дает красивое, тоже легкое покрытие. Кожа с ней получается такая немного подсвеченная. Мне очень нравится такой финиш. И также эта пудра не ложится мукой. Получается тоже красивое такое, как я люблю, сатиновое свечение кожи. Брови обозначу тушью Odry. У меня оттенок 0,4. Самый темный в линейке. Вот с такой щеточкой. Просто прорисовываю волоски. Ничего замысловатого. Тоже легким движением руки. Прекрасная тушь. Люблю такие продукты, с которыми не надо долго заморачиваться. Быстро, быстро, просто, безболезненно. Мягкий такой эффект бровей. Очень натуральный. Чисто подчеркнуть только цвет. Добавлю немного рельеф на лицо. Буду использовать скульптор Estrada. Оттенок у меня 201. И перехожу к первой новинке. Это тушь для ресниц DIVAGE Bold Impression. Заявлено как Hyper Volume. Супер объемная. Но сейчас мы это проверим. Макияж глаз не делаю, чтобы максимально прочувствовать качество данного продукта. И какой результат она даст. Ну, приступим. Здесь у нас щеточка силиконовая. Продукта набирается минимальное количество. Нет лишнего на щеточке. Поэтому такого жирного налипания не получится. Итак, наносим тушь на ресницы. Люблю наносить зигзагообразным движением, чтобы прокрасить реснички от корней. При этом максимально их стараюсь приподнимать. И, кстати говоря, у некоторых блогеров эта тушь вообще была в фаворитах 2023 года. Я была удивлена этому. Но вот сейчас тоже испытаю. Я потому что достаточно скептически отношусь к тушам для ресниц DIVAGE. Единственная, которая мне понравилась, которой тянулась рука, как я люблю об этом говорить, это была их золотая тушь из линейки Good Vibes Only. Вот она была тоже моей любимицей на протяжении длительного периода времени. Она еще у меня лежит пока в шкафчике. Ее не ликвидировала. И хватает, кстати, ее надолго в использовании. Она такая достаточно сочная. Реально говорит о том, что вот такая типа премиальная линейка бренда DIVAGE. Итак, еще разочек повторю. Ну да, в принципе, красивые получаются реснички. При этом достаточно удлиненные. Объем тоже присутствует. Вполне себе, вполне себе. Очень даже неплохо. Как ни крути, века все равно я пачкаю. Видимо, такое у меня строение, что тушь достаточно отпечатывается. Но не страшно. При этом сразу получается, как будто бы стрелочка прорисованная по контуру глаза. Да, мне понравилась тушь с первого нанесения. То есть прям красивые такие разделенные ресницы. Она их не склеивает. Вполне себе неплохая получается длина. Хотя об этом не заявлено. Ну, по крайней мере, на упаковке. И неплохой объем. И за свою цену действительно продукт очень даже неплохой. Итак, нижние ресницы. Тушь меня приятно удивила. У нее хорошая консистенция. Нет лишнего налипания на ресницах. Она не осыпается. Иногда бывает, что сразу берешь свеженькую тушь, а она как раз начинает капризничать и осыпаться под ресничками. Но данный продукт такого не делает. Получаются такие хорошо разделенные, объемные и даже удлиненные ресницы. Понравилось мне первое впечатление от этого продукта. Посмотрю, как она себя проявит уже на улице. Как будет реагировать на слезки, на какие-то осадки. И уже дальше подведу итог по ней. А так, первое впечатление очень приятное. Прям даже сказала, что могу порекомендовать ее. Но посмотрю, насколько она проявит себя на улице. Ну и последний продукт. Последний, второй продукт Диваж. Это бальзам для губ. Увлажняющий. При этом он дает оттенок. Посмотрите, какой красивый цвет. Такой какой-то розово-коричневатый. Очень приятный. И мне нравится, какая вообще идет отдушка у помад Диваж. Вкусненько пахнет. Давайте посмотрим, как он будет на губах. Приятная такая сливочная текстура. Помада достаточно приятная. Очень такая нежная, легкая текстура. Комфортная на губах. При этом оттенок тоже максимально подходящий для всех. Но при этом цветовая палитра представлена в шести оттенках. Можно выбрать для себя максимально комфортный цвет. Ну и по итогу хочется сказать, что два этих продукта компании Диваж меня приятно удивили. Могу помаду точно порекомендовать. Тушь по первому впечатлению очень понравилась. Ну и посмотрим, насколько они себя проявят дальше в эксплуатации. И буквально пару слов о декоративной косметике, которую я сегодня тестирую, пока я не погрузилась в мир фэнтези. Хочу сказать про тушь. Времени прошло уже достаточно много. Ведет она себя прекрасно. Не осыпалась, не отпечаталась нигде. Реснички не упали. То есть как они зафиксировались, так они и держатся. Мне очень нравится, что она неплохо делает такой, ну не то чтобы веерный эффект, но неплохо ресницы раскладывает. Это тоже такой приятный пунктик. И мне нравится эффект этой туши. Я от нее прям вот в восторге. И думаю, что, наверное, тоже она будет одной из моих фавориток. Что касаемо бальзама. После еды его, конечно, нужно обновлять. Он уходит с губ. Абсолютно не держится. Но, о боже, какой он приятный. Какой же он комфортный. Как же с ним хорошо. Он, кстати, не скатывается в полоску. Но, по крайней мере, вот у меня он не скатался. Это тоже такой нюанс среди декоративной косметики для губ, которая бывает собирается в полосочку. Здесь такого нет. Цвет очень такой красивый, нейтральный. Не могу сказать, что он прям очень полупрозрачный. Все же цвет явно заметен. Но то, что она супер увлажняющая и комфортная, это однозначно. Прям понравилась мне косметика. Вот этот вот чудесный мой новенький дуэтик. Буду пользоваться с удовольствием. Пошла читать. Иду на кухню. Такое солнышко сегодня тут светит. Так, 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 так. Так. Продолжение следует...